Я бы хотел рассмотреть ситуацию, в которой мужчина стал жертвой мошенников-риэлторов, которые якобы предоставляют услуги по съему квартиры. Подобная практика обмана не нова. Я сам был свидетелем нескольких подобных ситуаций и прекрасно понимаю, как они действуют. Но с законодательной точки зрения у них все настолько просчитано, что идти жаловаться в суды, давайте смотреть правде в глаза, бессмысленно и ресурсно затратно. Вот и герой этого видео, столкнувшись с таким феноменом, обратился в общественную организацию, занимающуюся подобными делами и решил сам прийти лично и потребовать свои деньги назад. Этот отрывок очень насыщен разного рода невербальными реакциями. С этой точки зрения интересно рассмотреть, как доминирующая личность берет контроль над другими людьми, чтобы управлять их состоянием и добиваться нужных целей. Сразу скажу, я не приветствую такое поведение. На мой взгляд, есть и другие рычаги воздействия. Однако такие методы тоже допустимы в некоторых ситуациях. В целом, анализ таких событий любопытен, так как их часто можно встретить в повседневной жизни. Условно обозначим роли. Дагестанец будет героем А, парень за столом – героем Б, его товарищ, который появится чуть позже – герой С. А съемочную группу тех, кто пришел с героем А, обозначим термином «стресс-факторы». Так вот, стресс-факторы поддерживают героя А, что у него вызывает дополнительный перелив сил и оказывают негативное эмоциональное воздействие на героев Б и С, вызывая стресс тем, что давят количеством и фиксируют происходящее на камеру, фактически обеззарушив их от каких-то незаконных действий. Безусловно, это корректирует поведение героев, особенно героя Б. Плюс все же позиции героя Б слабее из-за того, что очевидно он знает о мошеннических схемах, которые они проворачивают, что лишает его возможности нападать в ответ и оперировать какими-то существенными факторами, а ставить только в позицию защиты. Поэтому поведение в этой ситуации я буду анализировать именно с учетом этих нюансов. Почему люди обманывают? Ваня. Почему? В самом начале, когда герой А задает вопрос касательно договора, герой Б понимает, какого рода сейчас будет проходить беседа, и его уровень стресса значительно повышается. Его организм сразу реагирует бегством. Он идет проверять, закрыта ли дверь, и проходит через толпу к своему столу, тем самым незаметно оценивает обстановку. Затем пытается сесть за свое место, которое будет играть для него своего рода барьером и комфортной точкой, отделяющей от героя А и стресс-факторов. Но уровень стресса настолько сильно подскочил, что он поправляет свое кресло и не может с первого раза сесть. Интересен момент в начале, если мы обратим внимание на лицо героя Б, то увидим, как он прячет свои губы и слегка поджимает. Такая реакция часто возникает в стрессовых ситуациях и является сигналом контроля негативных эмоций. Подобное выражение мы будем видеть у него часто на протяжении всего видео в особо накаленных моментах, что является вполне надежным индикатором контроля стресса. Во время того, как герой А высказывает свои претензии... Вы меня отманули. Это я сейчас с вами вежливо разговариваю. Хорошо, это ваше право. Герой Б не поддерживает длительный контакт глаз, то есть не пытается психологически противостоять оппоненту. И отсутствие этой борьбы глаз, быстрый их отвод выдает слабую позицию и неуверенность. Герой А это считывает подсознательно, и с каждой минутой все больше начинает чувствовать свою уверенность, что в последующем переходит в откровенное психологическое давление. С помощью этого приема немного пошатнуть уверенность получится у героя С. Но об этом чуть позже. Я уже неоднократно говорил и приводил примеры, как подобный перекос челюсти в стороны возникает в стрессовых ситуациях. Подобное мы наблюдаем и здесь, и еще в нескольких моментах позже. Уровень стресса повышается с каждой минутой, а чем больше стресса невербально он проявляет, тем увереннее себя чувствует герой А. Обратите также внимание на расстановку в этом помещении. Герой Б сидит за своим столом, выстроив барьеры, а герой А стоит в центре напротив и нависает на него сверху вниз. Стресс-факторы расположились по всему помещению, что еще больше давит на героя Б и повышает его стрессовое положение. Он не пытается предпринять никаких попыток сформировать хотя бы искусственные факторы, чтобы защититься психологически, и хотя бы сравняться на уровень со своим оппонентом. Подобное игнорирование от героя Б и визуально выстроенный барьер в виде компьютера и стола заставляет героя А проявить больше невербальный и вербальный напор и переходить на новую стадию грубого доминирования. Вы меня внимания не берете или что? Первый импульс происходит тогда, когда герой А, склонившись над героем Б, начинает заходить на его территорию физически. Герой Б все время находился в целом на безопасном расстоянии от героя А. По мере сближения дистанции и нарушения личных границ, теперь это расстояние нужно продолжать держать под контролем и находиться в привычном положении уже некомфортно. Поэтому герой Б отклоняется назад, тем самым увеличивая эту дистанцию. Подробнее про проксимику и разных расстояниях я также уже говорил. Кому интересно, можете ознакомиться в Телеграме. Моя обязанность уходит с меня деньги взять, а потом отмазываться вот так? Моя обязанность уходит объяснить по договору. Герой Б создает себе новый барьер в виде телефона, что подсознательно должно прибавить чувство комфорта, отделяя его от раздражителя. Далее, находясь на безопасном расстоянии и создав новый барьер, герой Б адаптируется к этим условиям и его организм постепенно успокаивается. Герой А эта подсознательность считывает и понимает, что все те методы, которые он использует, не работают, и переходит к следующему этапу вторжения в личное пространство, чтобы дестабилизировать героя Б и получить от него в очередной раз хоть какую-то реакцию. Сознательно или нет, но герой А сменил свое положение в пространстве, уходя из поля зрения героя Б, и тем самым вызывает у него больше дискомфорта, так как нет возможности видеть психологическую угрозу перед собой, и он не знает, какой трюк может выкинуть герой А в такой ситуации. Далее ситуация получает новый разворот. Герой А добился звонка от руководителя этой организации, назовем его условно Герой Икс. В процессе общения герой А не получает нужного результата от героя Икс, и это создает для него безвыходное положение. Когда человек находится в безвыходной ситуации, но ему все же нужно получить желаемое, то возникает эмоция гнева. Я тебе говорю, что вы здесь останетесь, все без ваших ноутбуков, блин, и без вашего сотрудника, если течет, я, блин, а в 15 минут не будет у меня деньги на штук. Именно эта эмоция заставляет переходить на новый этап героя А в психологическом давлении. Он и не видит иных выходов, а ценность того, что ему нужно получить, высока. Он склоняется, нависает сверху вниз, вторгается в личное пространство, начинает вербальное давление. Это последняя стадия грубого доминирования, а после нее идет уже физическое. Ты работаешь на эту черту! А теперь доставить реквизиты! Ты работаешь на эту черту, я тебе говорю! Давай я тебя, блин, сейчас издаряйся, бля, к этим лампочкам подвешу! Слышишь? Герой Б, чувствуя угрозу, отклоняется и пытается стабилизировать ситуацию, используя мирную риторику. Так давайте сейчас нормально, мирно решим. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Просит мирно решить проблему, уже готов предложить реквизиты и так далее. Но он технически ограничен решением этой ситуации, так как не является лицом, который вправе распоряжаться средствами. Он в слабой позиции осознает всю серьезность угрозы. Герой А взял контроль над его эмоциями и теперь может дергать за определенные ниточки. Психологическое воздействие выполнило одну из задач для героя А, но он ограничен непреодолимыми факторами, потому что взял контроль не над руководителем, а только над исполнителем, который ничего не решает. Чуть позже в наше место действия входит герой С, товарищ или коллега героя Б. Видно, что на фоне героя Б он является более подготовленным к подобным ситуациям. Могу предположить, что помимо личностных качеств, он демонстрирует меньший уровень стресса потому, что не он главное лицо, на которого оказывают давление. В пространстве он находится в стороне, а не в центре, что уже повышает его уровень комфорта. В процессе перепалки с героем А, несмотря на то, что он визуально находится на уровень ниже и чувствует определенную неуверенность, он дает небольшой отпор с помощью вербальных средств общения и переходя в контратаку. Если вы пришли поорать, можете на улице поорать. Что? Паника, нечего ответить? Как бы это грубо не звучало, но он подсознательно чувствует коммуникативную слабость героя А и выбирает это как точку воздействия на него. Герой А сам почувствовал свою слабость и понял, что нужно пользоваться методами устрашения, которые у него хорошо получаются. Поэтому так же наклонился и решил вторгнуться в личное пространство и воздействовать напором. Этот же трюк у него сработал с героем Б. Здесь мы видим, что герой С не отводит взгляд, не выстраивает барьера, не отклоняется назад для безопасного расстояния. Он принимает этот вызов и проверку его психологической устойчивости и дает невербальный отпор герою А. Неважно, из-за неуверенности или стратегического хода он остается в сидячем положении. Предполагаю, что если бы герой С решил встать и быть на уровень выше своего оппонента или сравниться хотя бы, то герой А воспринял бы это как угрозу его доминантного положения, что могло привести к физическому конфликту. Это рискованно и не нужно, поэтому такое положение все-таки оптимально. Ведь обратите внимание, с помощью невербальной и вербальной защиты у него получается отстоять свое положение, не поддаться воздействию, и герой А сам выходит из этого столкновения. У человека паника. Его кто-то трогал здесь? Я не знаю. Если что-то случится, ну придется вызывать полицию, еще что-то. Я его друг. Зачем такие дешевые провокации? Но после этого в очередной раз пытается напирать на него своим телом, взглядом. Но этого становится недостаточно, и он начинает включать откровенные угрозы, пытаясь воздействовать психологически. Мои провокации, блин, не видим. Вы знаете? Я с тобой спокойно. А если захочу наорать? И наорую. Если захочу пиз***, и пиз***. Да, но потом полиция. Зачем тебе? Ну и что? Но все эти попытки оказались тщетными, и у героя А не получилось взять эмоциональный контроль над героем С. В итоге, все же конфликт получилось решить возрастом средств для героя А. Подобный процесс коммуникации показывает нам, как наличие сильной и слабой позиции, внешние факторы, обстоятельства, положение в пространстве влияют на эмоциональное состояние человека. Если мы сможем осознавать эти невербальные языки, то сможем брать над ними контроль и использовать в своих целях. Но это кажется только простым на первый взгляд. Когда мы наблюдаем со стороны, и на нас не воздействуют внешние стрессовые факторы. На практике же все не так просто и однозначно. Но это совершенно не значит, что такие знания бесполезны. Об этом нужно знать, чтобы формировать свою программу поведения и добиваться своих целей. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok